Казалось бы, такое можно увидеть только в кино. Эти австралийские ребята тоже так думали, пока случайным образом не стали свидетелями этого ужасно завораживающего зрелища. Кто сказал, что только пушистые котики могут быть милыми и ласковыми? Этот усатый парень, видимо, настолько был рад увидеть дайверов, что тут же рянулся их обнимать. Да настолько яро, что с одного даже случайно снял маску. Если у вас нет возможности заниматься морским дайвингом, не печальтесь раньше времени. Не менее захватывающим способом времяпрепровождения для вас может стать речной дайвинг. В этом убедился этот канадский парень, которому посчастливилось увидеть огромное количество головастиков, проплывающих по дну реки. А этой маленькой птичке и ее четким движением мог бы позавидовать сам Майкл Джексон. В условиях дикой природы даже в самой безопасной ситуации нужно держать ухо востро. И тогда даже самый свирепый хищник останется без обеда. А у этих ребят дела с водопоем обстоят гораздо проще. Вместо того, чтобы все время остерегаться врагов у привычного водоема, слоны решили наведаться в гости к людям, отдыхающим в отеле. И судя по их спокойствию, им совершенно все равно, что тут как бы чужая территория. Животные умеют удивлять. Эта пушистая гиена 5 минут назад могла быть самым свирепым хищником, доедающим свой ужин. А сейчас, напротив, очень даже милое и доброе создание. Собака со своим хозяином на этом видео отрабатывают не только скорость и ловкость, но еще и силу и выносливость. И судя по успехам этого песика, это их далеко не первая тренировка. Посмотрите, как зевает эта маленькая змейка. Это же безумно мило. Не думала, что когда-либо скажу такое про змею. А этого отважного серфера зовут Келли Слейтер. Этот ролик парни сняли на шикарном калифорнийском ранчо для серфинга. Этот спортивный комплекс – отличное место для оттачивания своего мастерства. Благо, технологии позволяют поймать идеальную волну. Если там, где вы живете, маленькие волны, а такого ранчо, как из прошлого видео, нет, не расстраивайтесь. Для вас идеальным решением станет файлборд. Это специальная доска с подводными крыльями, которая позволит вам с высокой скоростью лететь над водой. А этим ребятам из Виджетворкс серфинга, видимо, оказалось недостаточно. И они решили соорудить вот такой вот, в буквальном смысле, летящий над водой самолет, который назвали Аэрорыба. Эта модель способна развивать скорость в 200 км в час и перевозить на своем борту пассажиров. Я думаю, что многие коты хотели бы, чтобы у их хозяев был такой космический ранец. Очень удобный, прекрасный обзор, а дизайн вообще улет. А вот таких технологий уж точно не хватало в нашем детстве. Если бы одежда и все школьные принадлежности были бы сделаны из такого материала, мы бы гораздо реже получали от родителей замечания за грязь и кляксы. В США, в штате Калифорния, круглый год держится теплая температура воздуха. Ни о каких снегопадах не может быть и речи. Частым гостем небольших городков этого штата становится вот такое полчища перекати-поле. Для людей это вполне привычное явление, но только в этот раз они точно не ожидали того, что клубков будет настолько много, что их дома завалят до самой крыши. Бесспорно, в такой прыжок очень сложно поверить, но это точно не монтаж. Это реальное чудо акробатики. Герой этого видео хоть и не побил рекорд предыдущего парня по высоте прыжка, но точно обогнал его по количеству, сделав целых 14 прыжков через себя. Каждый наслышан на том, что попугаи любят подразнить своих оппонентов голосом, а еще попугаи любят танцевать. Этот желто-синий красавец своим уверенным танцем сможет обворожить любую даму на вечеринке. Иметь свое хозяйство – дело не из легких, и справляться в одиночку порой очень трудно. И пока хозяин фермы занят другими делами, верный пес решил подменить его и покормить своих лошадей и коров. Вы знали, что выдры, ведущие в дикой природе полуводный образ жизни, вполне комфортно могут существовать у человека дома в качестве любимого питомца? Если вдруг решитесь завести себе этого зверька, готовьтесь к тому, что его аппетиту можно будет позавидовать. Этот кот решил устроить охоту на змею, которую заснял его хозяин. Не побоявшись ответа и реакции змеи, кот смело потащил ее в укромное местечко. Брррр, ужас какой! Но не переживайте, эта змея не ядовита. Многие любят кофе за его нежный вкус и аромат. Этот пес знает в этом толк. Он со своей хозяйкой стал постоянным гостем кофейни Старбакс. Менеджерам настолько полюбился голубоглазый пушистик, что они решили покормить его с рук, на что он любезно откликнулся. Получилось очень мило и забавно. Это африканский карликовый еж. Так как это искусственно выведенный вид, в природе он не встречается. Этот мини-еж легко может уместиться на ладони. Длина его тела обычно не превышает 20 сантиметров, а весит он не больше, чем 500 граммов. Это видео набрало аж 40 миллионов просмотров. Казалось бы, это самый обычный прыжок с парашютом, коих совершаются тысячи. Но прежде чем совершить сам прыжок, молодые люди договорились повиснуть на нижней части вертолета. И вы только посмотрите, какие невероятные кадры из этого получились. Ну а дальше последовал сам прыжок. 18-летний гражданин Германии Андрей Чисельский взобрался на Великую пирамиду в Гизе. Ее высота 138 метров, которые он преодолел за 8 минут. Молодой человек хотел увидеть всем известное чудо света с другого ракурса. Что ж, выглядит действительно здорово, но за данный проступок парень, конечно же, был наказан. А именно, ему запретили въезд в Египет. Ставьте лайки и делитесь роликом в социальных сетях с друзьями. А в комментариях пишите, какие удивительные случаи вам посчастливилось увидеть, но вы не успели их снять. А чтобы ролики выходили чаще, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного интересного видео. С вами была Марго, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok